Друзья, еще раз здравствуйте. Меня зовут Дима. Сегодня мы поговорим о гнетонном распылении. Я вижу, что все уже устали, потому что время уже довольно позднее. Но я постараюсь сказать кратко. Очень рад видеть в зале своих коллег, даже более опытных коллег. Не будем долго выводить отступительные части. Я, с вашего позволения, буду подгадывать иногда свои записи. Мне бы хотелось начать свое выступление с того, что знаменитый советский физик Лев Ландау, кстати, молодой человек на третьей парте, по-моему, именно Ландау изображен на крышке ноутбука. Не так ли? Именно он, да? Очень приятно, что он тоже сегодня будет у нас присутствовать. Поэтому мне бы хотелось начать с того, что Ландау, он был неординарным человеком и говорил о том, что привык давать спецификации многим событиям, которые видел в своей жизни. Так вот, он разделил все беседы на беседы и разговоры на три основных класса, да? Это, собственно, беседы. Они называют прилив мыслей, продаются и расобщению людей. Второй класс – пластинки, то есть разговоры, не требующие души. Их можно прокручивать сколько угодно раз. Вот именно такие разговоры в общении с девушками, девушке иногда свои плоды, да? И третий класс – это шум. Шум – это полное отсутствие живой мысли, искренности, а по частности смысла. Вот сегодня я хочу, чтобы наш разговор был беседой. То есть в первом классе классификации Ландау. Поэтому вот вы можете задавать свои вопросы прямо во время выступления. Ну, не ждать концовки. Я постараюсь быть, еще раз повторюсь, кратким, поэтому начнем. Я тоже не устал. Начнем с того, что я хотел сказать о применении тонких пленок и покрытий, да? Вот известно, что тонкая пленка, она отличается от массивного материала тем, что непосредственно покрытие, которое создается, оно обладает другими свойствами – механическими, электрическими свойствами. И вот именно это свойство сподвигло людей к созданию материала, к созданию тех пленок, структур, многослойных структур, которыми сейчас используюсь я и мои коллеги. Вот мы видим применение тонких пленок, да? Это наноэлектроника. Мы видим покрытие инструмента, покрытие, что очень актуально для нашей республики церковных куполов, да? Как мы все знаем. Поэтому очень-очень здорово. И, в общем, с этим закончилось применение, да? Существует два основных вакуумного метода получения пленок – дуговое испарение и магнетронное распыление. Биганное магнетронное распыление мы сегодня остановимся поподробнее. Дуговое испыление, оно включает в себя готовное пятно, которое бегает по материалу решения в виде конуса. И распыляет непосредственно плазма, выбивает атомы с поверхности решения. Но дуговое испарение, оно характеризуется всего тем, что на поверхности решения создается капельная фаза. Капельная фаза – это неприемлемо для многих областей, которые повышенные требования предъявляют к поверхности. А магнетронное распыление позволяет собой создать покрытие, которое однородно по своей структуре, более инертно, более высокая скорость осаждения. И представлена справа схема. Два магнетрона вращаются в стол с подошками. Все, естественно, показана откачная система. И именно так на общем примере производится непосредственно напыление. Следующее дуговое испыление, о нем я уже сказал. Здесь я привел некоторые прочностные характеристики, цвет и показал оснастку. Непосредственно в магнетрон. При магнетронном распылении, один из мест, форму распыления, да, это распыление, катодное распыление материала мишени в плазме магнетронного разряда. Мы видим два магнита, которые непосредственно притянули, притянули плазму к мишени. И магнетное поле является скрещенным по отношению к электрическим. Катодом является мишень, а анодом камера. Магнетроны бывают сбалансированные и несбалансированные. Сбалансированный магнетрон, он почему так назван? Потому что полюса внешние и внутренние вырабатывают примерно один магнетный поток по своей величине. И он замыкается. Внешний поток на внутренней полностью. Вот он как раз в центре. Это сбалансированный магнетрон. Незбалансированный магнетрон первого типа отличен тем, что периферийные магниты, они вырабатывают больший магнитный поток, чем боковые. Поэтому существует еще составляющая магнитного поля, которая расправляется непосредственно к подложке. И магнитная система, полюс которой вырабатывает магнитный поток гораздо меньше, чем периферийные. И замкнут к стенкам камеры линии магнитного поля. Вот здесь я представил нормальный рост пленок. Данные пленки получены на оборудовании некоторые лично мной. Вот внизу справа представлена многослойная структура. Мы видим капельную фазу на ней. А также проблема в том, что на бурляле 20 слоев, а мы видим 4. С чем это связано? Это связано, прежде всего, с тем, что взаимное проникновение одних слоев произошло в другие. С этим я как раз разбираюсь сейчас при написании своей кандидатской диссертации. Мы видим установку высокочастотного нейтронного распаления. А здесь представлена оснастка. И установка сейчас также находится в разработке, модернизируется. Автоматизируется одна же установка. Справа на картинке мы видим плазму нейтронного разряда, стеграфированного непосредственно в камере. Я еще раз повторюсь, моя презентация, она не затрагивает глубокие флософы. У моих предыдущих коллег, она более прикладная, гораздо более прикладная. Но я думаю, что будет от этого не менее интересно. Здесь установка нейтронного распыления с ионом травлением. Перед тем, как напылять на подложку тонкоптоночную структуру, она проходит очистку ионами. Ионы, как мы знаем, это молекулы, в данном случае молекулы рабочего газа. При сотрудничестве с ПЕРСКИ, научно-исследовательским политехническим институтом создана установка. На данном слайде представлена установка, которая сейчас эксплуатируется в Казани. Кстати, разработка нашего университета защищена патентом. Здесь мы видим, что два технологических цикла, то есть и дуговое испарение, и мегатронное распыление, совмещены в одной установке. Это является гордостью, я не прощу слова, нашей республики. Несмотря на то, что мегатронов в этой установке нет, в равной картинке мы видим зубы. Зубы, точнее, не человеческие зубы, а коронки. Так вот, если вообразить, что сейчас, сколько у нас в республике живет человек? 750 тысяч, если не ошибаюсь. Кто-нибудь подскажет мне? Нет, не знаю. Так вот, наших зубов напылено полтора миллиона. То есть у каждого жителя республики минимум, включая в один цифр и стрельков, стоит минимум по два зуба напыленных на этой установке. Именно на этой. Вот, тут я привел портент. Значит, установка монитора с плендукового испарения. Это вид из камеры. На ней мы видим мишени, которые можно направлять. Это алюминий, хром, цирконий и титан. Автоматизированная установка для изготовления только пленочных элементов гибридных и интегральных схем. Справа ее блок, блок автоматизированный. Ну, это тоже варианты, варианты наполения. Вот здесь представлена установка барабанового типа. Также, следующая установка является отдельной гордостью. Мы здесь видим шесть магнитронов, которые не очень хорошо видно. Данная установка применяется для получения покрытия, если кто-то знаком с теорией двигателя внутреннего сгорания. На коренные вкладыши двигателя внутреннего сгорания наносится покрытие, которое с увеличенным коэффициентом скольжения и прочностью. Еще раз хочу напомнить то, что основной проблемой при напылинии тонких пленок является воспроизводимость результатов. То есть, если получили какую-то пленку, то второй раз напылить то же самое довольно сложно. По той простой причине, что тысячи факторов влияют на процесс напыления. И если один из факторов хотя бы не был соблюден, то впоследствии это может привести к катастрофическим последствиям. Существует также проблема, следующая, которую мы пытались здесь решить. Это деградация пленки. То есть, если бы напылили сегодня, получили пленку с великой физическими, электрическими, механическими свойствами, то через 2-3 недели эти свойства меняются в худшую сторону. Поэтому здесь важно не только напылить, но и сохранить эти свойства. Здесь представлен вакуум-метр, натекатель и блок управления. Значит, это существует для того, чтобы контролировать параметры, контролировать параметры напыления. Натекатель, он добавляет инертный и рабочий газ в камеру в процессе напыления. Представлены сканы поверхностей пленок, которые получены на оборудовании. Здесь представлены те сканы, которые сделаны с помощью атомного силового микроскопа. Вот такие структуры мы видим, рентгеноморфную фазу, то есть кристаллическую, а между ними наполнена аморфная фаза. Припринимались попытки напылить целый кристалл, то есть кристалл без ограничения. Но, к сожалению, попытка началась фиаско. Строение поверхностей пескова пленки нитридоалюминия. Вот мы видим столбы их, и также между ними пространство заполнено аморфной фазой. Здесь масштаб 50 нанометров именно. То, что внизу столов, это стекло, стекло, который, например, происходил процесс напыления. Сканы поверхности пленок оксида цинка, альминия, меди. Сейчас во всем мире, и в частности в нашей республике, ведутся разработки получения на основе меди солнечных элементов, которые дешевых солнечных элементов без деградации покрытия, которые впоследствии могут применяться для автономного питания роботов, различных робототехнических и автономных систем. Здесь мы видим то, что получалось при различных температурах. При температуре в напылении внизу температура 50 градусов, сверху 100. Также сканы пленки хрома. Хром непосредственно на основе хрома сейчас получают покрытие, которое именно используется для напыления коренных вкладышей двигателя мутерного сгорания. Анализ слоев и включение в столь образца. Я еще раз хочу обратить внимание. Вот мы видим слева пленку, пленку, которую напыляли в технологическом цикле, который не прекращается в технологическом цикле. И мы видим вот здесь капельную фазу. Капельная фаза, которая недопустима при напылении таких покрытий. И из 20 слоев почему-то осталось 4. Но напыляли именно 20, поэтому вот с этим предстоит еще долго разограться. Напоследок, я думаю, оценят любители автолюбителей, да, и, ну, сверху любители роскоши. Это унитаз. Это унитаз. Я не буду хвалиться, это сделал не я. Это сделал не я. Но я видел и то, и другое, выглядит замечательно. Будет замечательно. Если кому-то понравилось, ребята, может, дойти ко мне, ну, и попросить. Ну, на самом деле, вот унитаз, который слева, он был напылен для одного из клубов Казани. Довольно такой пафосный, пафосный клуб. И хотели, чтобы посетители этого клуба, они ходили в золотой туалет, да. Но золотой туалет, унитаз купить не всем под силу, а это является решением. Это покрытие на основе интертитана, но справа автолюбители, думаю, меня поймут, да, что, ну, не на всех машинах это выглядит хорошо, но на некоторых вполне себе достойно. У меня все. Спасибо. Спасибо.